Возможно ты сыграл какой-то эпичный бой и решил поделиться результатом с друзьями или просто с другими людьми или оставить бой себе на память. Но когда ты собрался с мыслями и уже записал весь бой, ты обнаружил, что все дергается и идет рывками. Но тогда ты пришел по адресу. Привет, ты на канале Creative Place и сегодня я покажу тебе несколько способов, как избавиться от лагов при записи в игре World of Tanks в боях или в реплеях через АБС. Сегодня мы рассмотрим 6 способов. Первый, это включить вертикальную синхронизацию в игре. Второй, это отключить игровой режим Windows 10. Третий способ, это выставить приоритеты ОБС и игры. Четвертый, это меняем настройки в игре и в самой АБС. Пятый способ, увеличить или активировать файл подкачки. Шестой способ, изменить настройки электропитания вашего оборудования. Первый способ, который может тебе помочь избавиться от лагов после записи видео в боях, это проставить в настройках игры вертикальную синхронизацию и тройную буферизацию. Это ограничит частоту кадров игры до 60, что позволит избежать лишних рывков. Это основной способ, который помог мне и скорее всего основной способ, который может помочь вам. А мы переходим к следующему способу. Второй способ, которым мы можем воспользоваться, это отключить игровой режим Windows 10. Возможно, именно этот способ поможет вам. Мы заходим в Пуск, Параметры, Игры, Игровой режим. И здесь отключаем режим игры. Мы переходим к третьему способу. Третий способ, нам нужно выставить приоритеты игры и ОБС в диспетчер задач. Для перехода в диспетчер задач мы нажимаем клавиши Ctrl-Alt-Delete. Нажимаем диспетчер задач и переходим во вкладку подробности. Либо, возможно, эта функция будет у вас доступна во вкладке процессы. Мы переходим во вкладку подробности и выбираем нашу программу. Задать приоритет и выставляем высокий. Также нужно это проделать с игрой, в которую вы будете играть. В моем случае это танки. Мы ищем процесс танки. Вот так примерно этот процесс выглядит. Задать приоритет и выставляем высокий. Все, с приоритетами разобрались и переходим к следующему способу. Четвертый способ, который может помочь тебе избавиться от лагов в процессе записи боев. Это способ настройки игры и ОБС. Мы должны снизить параметры, которые используются в нашей игре и в нашей программе. Для начала мы перейдем в игру. Здесь мы заходим в шестеренку, настройки, графика. И можем снизить различные характеристики графики во вкладке расширены. Либо выбрать качество графики, поставить рекомендованное. Либо просто сами вручную занизить его. Также можно изменить разрешение 3D рендера и изменить разрешение нашего экрана в игре. Либо попробовать изменить полноэкранный режим на оконный режим. Что тоже в некоторых случаях может помочь снизить напряжение на наш компьютер. После чего мы переходим в настройки ОБС. И здесь в настройках мы можем изменить различные параметры. Переходим во вкладку видео. Здесь у нас есть базовое разрешение и выходное разрешение, которое будет использоваться уже после того, как видео будет записано. Фильтр масштабирования и значение кадров в секунду, которое будет использоваться при записи видео. Вы можете изменить выходное разрешение. Например, поставить за место 1920 на 1080, поставить 1280 на 720. Дальше можно снизить фильтр масштабирования. Качество картинки может снизиться, но возможно это вам может помочь. FPS выставляем от 24 до 30. В общем, если компьютер ваш нормально чувствует при большей частоте кадров, то можно выставить большую частоту кадров. Дальше мы переходим в вывод. Здесь мы выставляем качество записи. Немножко его можно занизить. У меня стоит неотличимое качество, большой размер файла. Здесь есть еще, по-моему, здесь 4 характеристики. Формат записи особой роли не играет. И кодировщик. В зависимости от того, на что вы хотите, чтобы была направлена основная нагрузка при записи. Это кодировщик аппаратный. Здесь может быть кодировщик от вашего процессора и еще два других кодировщика H264, если я не ошибаюсь. С ними вы тоже можете поиграть, выбрать тот, который подходит больше вам. И, возможно, этот способ также вам поможет избавиться от лишних лагов. Здесь в расширенных характеристиках также можно изменить приоритет процесса на высокий. Это то же самое, что мы проделывали с помощью диспетчера задач. Только здесь мы выставляем постоянный параметр, который будет использоваться при открытии программы. Ну, а мы переходим к следующему способу. Так, следующий способ это активировать файл подкачки или изменить его характеристики. Для этого ищем этот компьютер на рабочем столе, либо в проводнике. И правой кнопкой выбираем свойства. Открывается система. Вкладка о программе. Мотаем вниз. Выбираем дополнительные параметры системы. Быстродействие. Вкладка дополнительная. Быстродействие. Параметры. Опять дополнительные. И здесь виртуальная память. Файл подкачки. Изменить. И выбираем диск. Раздел, на котором располагается наша игра и наша программа. Ну, во-первых, если у вас тут стоит автоматически выбирать объем файла подкачки, то снимаем его. В противном случае вы просто не сможете изменить эти характеристики. И переходим в строку указать размер. Исходный и максимальный размер ставим одинаковый. При этом смотрим на характеристики вашего компьютера. Вот здесь вот оперативная память. У меня 16 гигабайт. У вас может быть 8, 32, 24. Ну, если у вас больше 16, то с файлом подкачки можно не разбираться. Можно его отключить. Ну, либо настроить под те характеристики, которые вам нужны. У меня 16 гигабайт. Может быть 8. В зависимости от того, сколько у вас гигабайт на вашем компьютере, вы выставляете такие характеристики. Ну, например, мы открываем калькулятор для наглядности и прописываем такие характеристики. У нас в одном гигабайте 1024 мегабайт. И этот параметр 1024 мы умножаем на то количество оперативной памяти, которое у вас присутствует в системе. То есть, если у меня 16 гигабайт, то я этот параметр умножаю на 16. То есть, умножаю на 16. Если у вас 8 гигабайт, то вы умножаете на 8, к примеру. И получается вот такая цифра 8192. И вот в этих характеристиках, исходный размер и максимальный размер, вы проставляете 8192 в каждой строчке. Либо умножаем вот этот параметр еще на 2. Умножаем на 2. И за место 8192 мы прописываем там 16384. У меня, например, вот такой показатель. Больше у меня по ощущениям не нужно. И нажимаем задать. После чего окей. И возможно вам придется перезагрузить компьютер, чтобы настройки вступили в силу. Ну и переходим к следующему способу. И следующий и последний способ. Это зайти в параметры электропитания, которые можно найти разными способами. Например, зайдем через панель управления. Ищем панель управления в поисковике. И здесь выбираем системы безопасности. Либо возможно у вас будет другой вид. Выставляем категорию. Например, крупные. Здесь ищем электропитание. Здесь должна быть какая-нибудь схема, в которой будет проставлена производительность. Если у вас здесь ничего нет, то заходим в создание схемы управления питанием. И выставляем высокая производительность. Здесь ставим имя, которое вам нужно. И нажимаем далее. После чего выбираем эту схему на данном экране. Ну и все. Это тоже возможно. Поможет вам избавиться от лишних пролагиваний при записи вашего видео в играх. Ну а на этом все. Если вам данное видео было полезно, поставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И если вы знаете какие-то еще эффективные способы, которые возможно я не перечислил, которые помогли именно вам, то напишите о них в комментариях. И возможно кому-то они также будут полезны. А на этом все. Пока-пока.